всем приветики пришла ко мне такая вот посылочка из китая это усилитель которая заказывал и сейчас мы его откроем на 350 ватт я заказывал так правда как-то он так заклеен кстати упаковка на вид хорошая такая толстенькая там с такой вот слой упаковки вот это одна я не знаю как эта штука называется но она такая такая ну хорошая на вид ну может защитить как бы технику хотя она просто упакована хотелось бы чтоб там еще коробочка было вот вот сам усилитель блин жалко что здесь нету что здесь нету коробочки хотелось бы чтоб такая серьезная техника все лежала в коробочке такая вот плата здесь пакетики провода с ручками здесь у нас что две крутилки две ручки для крутилок в таком пакетике ручка для крутилки одна и вторая они две одинаковые потом что у нас еще есть провода для подключения чего-то так 305 градусов 300 вольт так и не знают как должно быть пакет по идее должен быть целый он какой-то порванный типа вот это регулирующая регулирующая регулирую лигу или лидии так вот это у нас регулирующая плата регулирующая и она подключается к основной плате вот основная плата основу тут надо как-то открыть все нашел сверху она открывается но по идее пакет должен быть целый ну то есть вот он пакет он должен быть целый он порванный то есть уже что-то не так он должен быть целый такой он порванный значит упаковка не очень хорошая так ну а дальше сейчас посмотрим так на этот посмотрел получается эти две крутилки вот это крутится так более-менее легко вот она крутится так раз раз слегку а вот это так с таким усилием жестким идет вот а провода правда здесь все есть вот если посмотреть то видно что провода присоединяется сюда 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 и сюда и здесь как бы идет в комплекте вот эта вот штука на ней на ней как раз таки вот имеются уже три провода а четвертый лежит отдельно у нас он там вот он вот он и вот на этой платье если получается если вот отдельный этот провод просто он там был зажат хотя мог бы и вместе с этим лежать зачем он там зажал был непонятно вот сама плата если вот рассмотреть отдельно ну вот она такая вот здесь идет два провода которые подсоединяются к этой платье вот сама эта плата тоже как выглядит здесь столько всего радиатор такой огромнейший просто нереальный это же как она греться должно что он так его сильно вот эти штуки видно сильно греются поэтому такой большой радиатор видно вот к этим штукам четырем прислонен радиатор и из-под них видно вот под ними видно между ними термопаста в общем видно вот сзади как она выглядит все так вот и вот сейчас данный момент мы видим как эта плата у нее есть такие разъемы этот разъем присоединяется сюда ну так вот смотрите по тропа разъем то он подходит только сюда я же его правильно вставляю то есть вот так он вставляется как-то сейчас мы его подсоединим а он весь крученый такой весь верченый не особо он хочет она распрямить и то есть он вообще должен присоединяться вот так а так он не особо хочет а все присоединился потом видим второй провод он подходит только к одному разъему опять таки только к одному и это туда он тоже весь крученый такой верченый распрямляем так и присоединяем уже сюда продам но как-то криво все закрыли вот у нас получается эта плата присоединена к этой то есть этой платы управляет вот это вот плата отдельно вставляем наверно как вот так наверно крутилку который будет от начала до конца вот это конец а вот это вот начало то есть как-то так хотя можно попробовать еще по-другому хотя наверно по-другому это будет самый лучший вариант мне кажется что она так вот стояла в начале и вот так вот стояла в конце это у нас в конце кстати она туго очень крутится зато сюда легко надевается вот эта вот штука это это вот сейчас я надел ее тяжело снять а это она вот она слетает если он даже не держится толком и тоже вот так вот ну вот то есть так вот они будут выглядеть в начале громкости вот так в конце ну нормально так сюда подсоединяется тюльпаны и выходе выходят на штекер вот то есть сюда мы подаем звук здесь мы управляем громкость это по моему что из них является громкостью в общем что-то является громкостью что там что-то срезаем что именно потом будем смотреть а потом подается сюда out выход то есть сюда выходит звук сюда входит сюда выходит а сюда приходит питание максимум 26 вольт и у нас есть еще провода вот этот провод видно что здесь два провода вот они идут среднего нету и здесь как раз две штуки такие он подойдет и сюда но там три штуки а у нас две штуки поэтому вставляем какой стороной только мы вставляем наверное вот этой чтобы она зацепилась мне кажется так судя по всему да блин а мы их так жестко отгибает даже страшно по другой стороной она даже не налезет то есть нам только одной стороны вот так а вот так защелкивается что аж прям прямо это доставать потом будет сложновато ну когда надеваешь а нож контакты отгибает и немножко страшного вдруг сломается а вот здесь три у нас контакта уже видно это уже мы их одеваем сюда тоже также они неправильно вот этой вот клипсой острием ближе одеваем к короче острием кострию там тоже острие есть мы острием кострию одеваем так получается вот так вот мы его одеваем единственное что он здесь хорошо оделся легко будет сниматься то что здесь есть возможность эту штуку отогнуть а тут то возможности такой нету она упирается в эту штуку вот в чем прикол он здесь есть свободное место чтобы эту штуку отогнуть он она отогнул и вытягивай вот на она гнется а здесь ты его никуда она уже упирается то есть придется я не знаю как это доставать уже наверно никак не достать это не продумано конечно хотя принципе зачем нам доставать она подключена все сюда только вот провода другие подсоединяй да и все то есть сюда подаем подключаем плеер вот к этим двум контактикам а сюда подключаем динамик к этим уже двум контактикам черная минус красная плюс а вот сюда также красный плюс черный минус подсоединяем питание это видимо заземление которое ну обычно нигде не используется может используется там европейских странах но у нас нет поэтому подключаем без него вот все и можно будет даже потом затестить это пока что распаковка отец будет потом вот то есть вот так вот взбор и будет усилитель ну вот у нас есть такой вот мощный на вид и радиатор такой жесткий так он выглядит сборе это выход на динамик котором подключим это выходное питание которыми подключим если ошибиться нельзя здесь вот эти контакты похожи но здесь 3 штекера торчит а здесь два и соответственно здесь три провода входит а здесь два тость ошибиться невозможно три право видок то сам контактам два права к двум контактам. А здесь ты их в другие парты не подставишь, потому что они по размерам не подходят. Этот двойной, этот тройной, а этот тоже тройной, но он больше, чем этот. Они вдвое одинаковые. Хотя, возможно, даже этот более. Хотя нет. Наверное, все-таки, да, они одинаковые, но здесь видно два провода и два штекера. А там три провода и три штекера. Так что тут уже не ошибешься. Ну, и все. Вот так вот оно выглядит. Как-то так. На этом все. Всем пока-два.